Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеного. Номер 1023. События дня. Евангелие от Луки 18.8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле за 4 октября 2018 года? Ну, как всегда, объявление это пока... Вот фильм огнеупорный, неправославный фильм, но пользу можно извлечь немалую мысль во всем во свете Святой Библии. Сайт к истине. Степаненко Максим. Благодарю за ссылку. Просмотрел фильм. Уже продумал статью. Вы мне дали хороший повод к новой публикации. В любом свете фильм является зловредным. Очень зловредным. Для мужчин, которые являются лидерами и главами семьи. И не потому, что там сектанты. Название статьи огнеупорный, как пожарный сектант пытается 40 дней угодить в ригидной стерве. Инструкция для американских оленей, как полностью подчинить себя доминирующей жене и при этом ощущать себя счастливым. Вера. Мир, мой отец Игнатий. Ну, что мне сказать на слова этого человека? Могу только одно, что пчела ищет нектар, а муха то, что ей по вкусу, у каждого свой вкус. Нам нужно быть, как курочка, отгребать от себя все плохое, что встречается в нашей жизни, и все хорошее впитывать. Да умудрит нас всех Господь. Статью вчера мне прислали из аргументов и фактов. Жители Потеряевки просят не сносить музей для бедных лагерей. Мазанки из глины и прутьев хотят сохранить, как память о детском лагере Стане. Константин Р. Молин. Аргументы и факты. Барнаул. 1 августа. Аргументы и факты. Алтай. В поселке Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края, местные жители выступили против инициативы районной прокуратуры по сносу строений на территории бывшего православного лагеря Стана. Мазанки из глины и прутьев люди хотят оставить, как музей. Главное, везде. Это на навозной куче. Ничего не занимает ни квадратного метра сельхозугодий. Да и на территории деревни. Ну, просто ненависть. Заказ. Охотятся, убивают там кого-то где-то. А здесь заказ на это, на память. Убить, чтобы не знали люди. Почему? Это единственный случай такой. Без помощи государства 45 лет тысячи детей и взрослых отдохнули. Православное, верующее. Основатель лагеря Стана Игнатий Лапкин полагает, что прокурорские предписания Корченскому свесовету по сносу построек Потеряевки преследуют цель искоренить память о том, что живущие в лютой бедности сумели дать возможность тысячам взрослых и детей счастливо провести летнее время. Деление Потеряевка была основа в 1818 году. В хорошие годы там проживало около 500 жителей. Но в 1972 году она обезлюдила. Жители разъехались по более крупным селам. Так не наше же село только. 21 тысяча сел исчезли. И сегодня 10 тысяч примерно на ладан дышат по 1-2 человека. Но это уничтожение идет. Умышленное в государственном масштабе. Весной 1991 года бывшие жители деревни Иаким и Игнатий Лапкин, то есть через 20 лет пустыря, вернулись на малую родину. Поставили палатку, скопали участок под огород, восстановили пруды, построили баню, выкопали колоди, занялись животноводством. К осени успели поставить дом из простейшего строительного материала. Сама она. Сама она же. Кирпича из сырой глины с соломой. За первый год в возрождаемой деревне появилось 5 жилых строений. Сегодня в поселке, в котором по официальным данным проживает 33 человека, полтора десятка домов. С самого начала возрождения деревни шло как к созданию православной общины. Селиться в ней могли только люди благочестивые, которые не пьют, не курят, не сквернословят, не воруют. Каждый житель заранее подписывал бумагу о том, что если не будет выполнять правила, должен выехать из деревни. В 1995 году Потеряевку зарегистрировали в Краевом управлении юстицией как религиозную общину. В деревне до 2016 года в летнее время работал детский православный трудовой лагерь «Станг». Дети до семи лет с родителями, а постарше самостоятельно приезжали в Потеряевку, наблюдали за природой, купались, сходили по грибы, катались на лошадях и изучали Библию. В среднем, по информации Игнатия Лапкина, в летний период в лагере «Стане» собиралось по 109 человек. Гордостью общины являлось то, что за все время существования лагеря, повторяю, 45 лет, никто из отдыхавших детей не утонул, не отравился, не пострадал и серьезно не болел. Ну, а это в Барнауле открывают еще музеи. Ну, кому вот, стоят люди, никто не подражать не будет, открывать не будет. А что, посмотрел-то, старые там одежды висят. Община получила такую известность, что о ней писал российский писатель Дмитрий Быков. И был снят документальный фильм «Затоус из Потеряевки», получивший высокую оценку критиков. Лагерь «Стан» не вызывал нареканий и у Алтайской митрополии. Его основатель признавался ревностным православным христианином и исповедником бездогматических и канонических нарушений. Но в 2016 году лагерь «Стан» закрыли контролирующие органы. В лагере не было первичных средств пожаротушения, системы оповещения в случае возникновения возгорания. Инструкции, разъясняющие, как действовать при пожаре. Во-первых, тренировки шли. Там глиняные полы, железы, железные. Там гореть-то было нечего. И у нас там и кошмар, и песок, и вода, бах. То есть это неправда. Обманывали органы. Ну а газета-то пишет то, что пишут. Также проверяющие органы не устроили строение сгорящих материалов дерева, обмазанного глиной, отсутствие официальных разрешений на купание в местных водоемах и пренебрежение аккороцидной обработкой лагеря от клещей. Клещей-то и нету. Нету их. Обрабатывать нечего. А рядом пасут скот, молоко, которое мы же и берем, пьем. Ну все безумно просто. В итоге отдыхающих летом детей в потеряевке теперь селят в дома. В этом году заезд отдыхающих детей был организован с 10 июня. Кавычки открыты. Пребывание организовано на посильном труде и развивающих занятиях для детей и взрослых. По воскресеньям катание на лодках, занятия по изучению Святой Библии по Святым Отцам Православной Церкви. Есть храм и священник, сбор ягод, вечернее собрание у костра по пятницам, здоровое питание и проживание в домах, сказанное и интернет-ресурсах общины. Сохранение музея, по мнению жителей потеряевки, позволило показать гостям, как организовать подобно детские православные лагеря по всей стране. Там, где насчитывают больше миллиона беспризорных. Цифра эта меняется от 200 тысяч до 3 миллионов. Мы не знаем сколько, но много. Я поясняю дальше. Лагерь Стан был закрыт не органами власти, а мною лично, Игнатий Лапкин, 19 июля 2016 года, ввиду совершенной невозможности существования при подобном преследовании от безбожных властей, полиции, потребнадзор, прокуратура, суд. Был суд по инициативе Роспотребнадзора, но никаких штрафов, ничего не было. По милости нашего всемогущего Господа Бога и по молитвам святых людей за нас, Игнатий Лапкин. Сведения никакие. Патриарх рассказал об отношении церкви к пересадке органов. Это патриарх Кирилл. Прочитайте РИА Новости за 23 августа. Можно было тормозить и посчитать потом. Я пишу, тут патриарх прав. Дело такое должно и может быть свободным. Когда мы готовились к миссионерской поездке по странам Европы, я сделал завещание о том, что если будет в том нужда переливаний крови, то я это запрещаю. Если умру, то к телу моему отнестись только по моему желанию, то есть не вскрывать и ничего не брать от тела ни по каким причинам. Это было заверено в монтариальной конторе и сделано переводы специалистами на немецкий, английский, французский языки. Дмитрий Лемеш. Ответ ясен. Я тоже так уже подумал и сделаю так. Благодарю Игнатия Тихоновича за деленное время. Я смотрю ваш канал и канал Сергея Парализовано. Считаю вас своими братьями. Кальмаю Михаил мне по духу. Володя Паченко еще тот умница. Но вот переживать стал за Александра Андрусенко, хотя его и не знаю и сужу о нем только по видео с братьями. Как бы он не перешел уже ту допустимую грань, за которой уже яма. В одном из видео он сам признал, что вышел из церкви. Несмотря на разъяснение братьев, он как будто и не слышит ничего. Очень похоже, что он затаил обиду на священство. Эта обида начала разрастаться, как плющ. И все очень похоже из-за собственного высокомерия. Думаю, только вы из нас тех можете его образумить, всколыхнуть его как следует. История с ним очень сильно похожа на историю Дмитрия Кузнецова Христолюба. Там ситуация прям один в один развивалась. Сергей Игнатов. Господи, Владыка, небо и земли, и все, что в них есть, огради твое селение, потеряевку и людей его от всякого зла. Сохрани его и лагерь музея от нечестивых людей и разрушителей. Аминь. Павел Денисов. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение. В последнее время набирает популярность такая практика приема пищи, как вегетарианство и сыроедение, вкушение в сыром виде овощей и фруктов. Исучает прием мясной и термически обработанной пищи. Как вы считаете, может ли православный христианин быть вегетарианцем или сыроедом и не противоречит ли это Библии и святоотеческому преданию? Заранее благодарю за ответ. Павел. Вот дальше я отвечаю. Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. «Внушай себе, братья мои, добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же, ибо обьих басен отвращайся, и упражняй себя в благочестие. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. «Имея обетование о жизни настоящей и будущей, слово сие верно, всякое принятие достойно». Ну, далее еще написал Галатам 1.8.9, анафема тому, кто иначе говорит. И вот интересный рекорд, я уже много раз его считал. «Абсолютный рекорд Гиннеса по деторождению принадлежит русской крестьянке, жившей еще 200 лет назад. Жена Федора Васильева за 27 родов произвела на свет 69 детей. 16 раз она родила двойняшек, 7 раз тройняшек, и 4 раза по четверо детей. 27 раз рожала, даже по одному бы и то было 27. Из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество. У Васильева также родилось 18 детей во втором браке, когда эта жена умерла. Шесть пар близнецов и две тройни. Таким образом, всего у него было 87 детей. По меньшей мере, 82 из них были живы в 1782 году. Информация о семье Васильев включена в книгу рекордов Гиннеса. Кто-то говорит, да тогда Гиннеса-то не было, но при чем тут? А они только живы, это неправда. Ну, тогда зачем было, говорят, вот такое дело. На вчерашний день, что Володя-то тут был. Мы все склады, все подготавливаем. Надежда Васильевна там помогает. Рыжные мыши там что-то попортили. Все же остается, там ни кошек, ничего нет, мы же все увозим. Володя лепешек напек, теперь у нас хлеб есть. Ну и приезжала комиссия, как тогда была санэпидемстанция, сейчас распотребнадзор, ну вот так вот, из Завьялова. Я все это заснял, потом показать можно будет. В школу у нас этого не так. Вот, два класса нет, стенку сломайте, а что больше трех метров было по инструкции. Ну, такое глупость на глупость. Один ревущеник и стенку ломать кто-то будет. Чтобы артизианская вода была, тут шкважину пробить, пробить под школой. А живут на расстоянии там 35 метров, 50, даже 100 пускай будет. Ну и учителя живут, воду отцу нельзя приносить, только что артизианская. Ну, написал, сидел какой-то маразматик, и они теперь бьются за этот закон. Ни здравосмысла нету, ни понятия, ничего. Ну, закрыть школу, закрыть. А там чистота побелена, деревья сучки убрали, жалюзи там повесили. Ну, просто прекрасно все. Я все заснял, все это будет видно. Вот чем мы занимались вчерашний день. Я пошел в склады все закрывать, забивать. Ну и глянуть на наши ресурсы, это тоже не помешает. Вот мой мир, я повторяю, очень люблю. Вот Максим Могущев что-то написал. Хорошо, спасибо. То есть он спрашивал о сырые единии. Я ответил местами Писания. 1 Коринфянам 16.22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анапима, Варанова, Галатам 1.89. Кто не любит Господь? Вникая в себя в учение, истинуйте Писание. Хорошо, спасибо, так он ответил. Это наш форум, православный форум Игнатия Лапкина, 1600 тем. Это наш видеоканал. Я сегодня 14 роликов сегодня поставил. Тут Златоуст. Проповедь. Жития святых, чтение Златоуста в храме, пейзажи Потеряевки. О, пейзажи Потеряевки, это здорово. Все это показано. Ну, пока помаленьку смотрят. И надо показать, где наша истиняя 1. Во свете Библии православный библейский сайт. Вот этот конкурс был библейских сайтов. Почему никакой отметки не было, она в нашу сторону. Я все это объяснял вчера, с Володей записали даже ролик. Ну, все пока об этом.